Каждое расстояние, как расставание Пермский автор и исполнитель Кристина Владыкина исполняет одну из своих любимых песен. Аудитория всего пять человек, а волнение у артистки, как в большом концертном зале. Публика, глухонемая, перед такой выступать в несколько раз сложнее. Надо не просто передать строки, стих, а сам смысл композиции, задумку автора, в конце концов музыку. Туда, где твои следы Песню Кристины руками пропевает Полина Гладких, сурдопереводчик со стажем. Это ее первый подобный опыт. С задачей справляется. Публика уловила смысл композиции. Песня красивая. То есть они поняли, да? Хорошая песня. Да, понятно. Для нас главное губы, губы ваши, чтобы мы могли смотреть на вас и понять слова, о чем вы поете. Вторая задача перед сурдопереводчиком сложнее. Теперь Полина должна перевести довольно сложную по темпу речи композицию. Мы попросили перед особенными слушателями выступить Евгения Жеребцова, известного пермского поп-исполнителя. Кому допрос за жизни, а у меня все в рифму. Так повелось, что не ломался, налетая на рифмы. «Дитаник» не пошел к дну. Это всего лишь мифы. А ты и дальше живи, не выбирая из себя тарифов. И этот быстрый ритм выдерживает сурдопереводчик. Но немного-то все равно сложность. Вот когда вот этот стиль рэп все равно же быстро-быстро-быстро. Но в принципе пара репетиций и все можно. И интересно. Вот мне даже стало интересно, вот хочется молодым сказать, ну-ка давайте попробуем. В общем и целом справилась, конечно, надо отметить, конечно, профессионализм высочайший, потому что она тексты видела только один раз, получается, перед этим она почитала его. И он очень большой, очень быстрый и довольно изощренный. То есть нужно было подбирать быстро жесты к словам. Мне кажется, справилась. Оба артиста впервые выступают перед глухонемыми. Впервые в жизни их тексты перекладывают на язык жестов. После музыкального эксперимента каждый не прочь повторить подобную встречу. Очень хорошо, когда перед каждой песней немножко доносишь смысл. Это важно, чтобы люди были подготовлены. Чтобы у них, по крайней мере, они подготовлены к тому, что они услышат, и потом они уже детали до них уже доносят сурдопереводом. Это очень здорово. Я бы хотела такой концерт. Я был бы только рад. Я очень рад такой практике, тому, что вообще я здесь оказался. И серьезно, я бы посодействовал вообще даже организации, возможно, такого концерта. Мы только что общались с ними по поводу того, что, ну, можно было бы что-то подобное организовать на какой-либо площадке. Скажи, пожалуйста, ты бы ходила на такие концерты, если бы был сурдопереводчик на сцене? Не быстрые только, чтобы песни были? Я бы удовольствие послала бы, посмотрела бы, послушала бы, это заставляю задуматься. Было бы, конечно, интересно, если бы совместно, конечно, было бы, тогда было бы понятно. Потому что я только слушаю, вот музыку я слышу, а о чем песня? Если на далеком расстоянии, я его не услышаю, не пойму. Сегодня в мире насчитывается около 360 миллионов слабослышащих и глухих людей. Из них 13 миллионов проживают в России. Из них около 2000 в Пермском крае. В молчащем телефоне.